Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и мы снова возвращаемся с вами в этот тревожный, засрано-фашистско-зомбавский бункер, из которого нам, собственно, надо выбраться. В прошлый раз мы с вами соединили, правильно, провода, причем без использованной инструкции, потому что настоящие, брутальные мужики, коим, кстати, не является наш главный герой, не работают, не работают они с инструкциями, и они все делают сами по себе, просто методом подбора, методом тыка, собственно, как я это и сделал, у нас все получилось, а потом мы нашли инструкцию, встретили зомби, убили его, и все, у нас нормально, мы продолжаем отсюда выбираться. Ничего не работает, это мы, кстати, отсюда пришли, ладно, пойдемте дальше. А зомбарей здесь, в принципе, больше и нету совсем, потому что, наверное, я же всех убил, он был один, я его, все, дверь не открывается. Может, что-то вот в этих всяких бочках что-то спрятано, нет? Я просто реально, я уже, как бы, мы же с вами в прошлый раз здесь прошерстили, все, и куда дальше идти, я не знаю. Эта дверь открывалась, здесь мы нашли с вами как раз-таки инструкцию, потом пытались избить полку голыми руками. У нас, в принципе, это удачно получилось, но все темно. И да, кстати, если кому-то очень темно, в очередной раз я вам говорю, прибавьте яркость у себя на мониторе, там на планшете или еще на чем-либо. Я не могу сделать так, чтобы игра стала светлее, потому что она темная. А если у вас отвертку-то возьми, она, наверное, пригодится тебе, нет? Если у вас недостаточная яркость на вашем устройстве, то я в этом совершенно не виноват, понимаете? Вот так вот. Так, ну хорошо, не забыли о том, что у кого-то слишком темно. Так, чувак, у тебя есть ключи офицерские? Хотя ты же доктор, откуда у тебя офицерские ключи? Ну хорошо. Пойдемте повнимательнее еще куда-нибудь под... Что это такое? Потыкаемся куда-нибудь еще повнимательней. Например, вот сюда. Здесь... Что там такое лежит? А, это шапка какая-то. Здесь мы с вами нашли ключ от докторской... От докторской коптерки. Больше здесь, в принципе, ничего не было. Здесь мы с вами еще нашли письмо, которым говорилось о том, что ключи от докторской коптерки валяются под твоей кроватью. Но мы нашли ключи раньше. Ну вообще-то что-то все, опережаем события. Сначала провода подсоединили, потом нашли правильную схему. Сначала мы... Бобы, бобы. Сначала мы нашли ключ, потом прочитали, где его найти. Короче говоря, мы с вами вообще опережаем всю цепь событий. Все, абсолютно. Нас с вами мозг варит только так. Единственное, что он не варит, это как найти офицерские ключи и как отсюда выйти. Все остальное наш мозг уже давно сварил. Зомбаря убил. Что-то надо открыть. Так. Спергебиет. Спергебиет. Здесь, наверное, что-то надо где-то активировать. Что-то надо где-то включить. Здесь что-нибудь вообще где-нибудь есть? Гранаты. Лимонки. Здесь, говорит, ничего не работает. Это сломано. Возможно, мы где-то подобрали уже какой-то ключ-то. Давайте попробуем выбраться отсюда. Вот здесь у нас выход. Но он не активен. Окей. Здесь, конечно, плохо сделано то, что подсказки всплывают только один раз. А потом они больше не всплывают. Это очень печально, потому что, когда, например, забудешь или что-то случайно тыкнешь, посмотреть второй раз, что от тебя хотят, уже невозможно. Здесь все эти радио. Мы с вами все это перетыкивали. Портативное радио. Вот, видите, все. Я нажимаю больше на него, подсказка не появляется. Окей. Но здесь, в принципе, ничего нет. Пойдемте вот сюда еще понимательнее посмотрим. Может быть, здесь что-то у нас спрятано, что-то осталось. Какой-то переключатель или еще что-то типа того. Мы же все сделали. Мы решетку с вами... Ой, решетку говорю. Провода подсоединили. Зомби убили. Ключи нашли. Единственное, что мы не нашли ключи от того входа. Кстати говоря, как туда попасть-то? Может быть, замок надо расстрелять? Хотя это вряд ли. Но там закрытая дверь. В нее надо как-то ворваться. Причем срочно. Причем быстрее. Вот я имею в виду вот эту вот дверь. Как в нее попасть? Кто-нибудь знает? Может, действительно стрянуть в нее надо? Нет, не работает так. Не работает. А больше у меня никакого оружия нет. Да? Странно. Странно, странно. Very, very strange. Воу! Ха! Смотрите-ка. Нашел, короче, офицерский ключ. Отлично! Нашел офицерский ключ вот здесь. Ну, кто же видел этот ящик? Он вообще незаметный, неприметный. Но теперь, короче говоря, у меня есть офицерский ключ. И мы, собственно, можем отсюда свалить, судя по всему. Зомбаков не появится. Так, где у нас там есть офицерский проход, в который нужен офицерский ключ? Это где-то вот здесь находится, по-моему. Да? Нет, столовка. А, вот тут. Отлично! Все! У нас есть офицерский ключ, который позволит нам открыть офицерскую дверь, потому что мы вообще офицеры. Да! 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 Найду какую-то охрану. Лев Тайсинг слышал чё-то кого-то. Окей. Раз ты кого-то слышал, я буду очень осторожным. А можно как-то другую кнопку поменять мне на то, чтобы оружие убир... Да ладно. Живой. Здорово. Альдиан? Я рад тебя видеть, вдруг. Я думал, что я буду быть здесь forever. Я пришел сюда, чтобы открыть дверь внизу дверь, но дверь закрылся и латчатся behind me. Эта дверь, и которая внизу дверь, есть на электрическом дверь, который я могу контролировать здесь. Это не будет мне очень хорошо, если генераторы не ходят. Вы должны быть able to find some fuel in one of the rooms. Начни с генератором и приезжай мне сюда. Мы получаем лучше chance, чтобы вместе с тобой. Да так сразу бы и сказал. Он, короче, говорит, тебе надо найти в этих комнатах горючее, потом залить его в генератор, запустить этот генератор, а потом возвращаться ко мне, и я тебе, короче говоря, открою дверь. Спасибо! Так, дверь не открывается. Но он почему-то не хочет брать, точнее пойти вместе со мной на исследование этого бункера, темного, красного, ни хера, в котором не видно. Я говорю, ой, лампа, дайте я возьму ее. Нельзя. О, горючка. Отлично. В смысле? Нет газа, говорит, здесь. Нет газа. Ну окей. Так, я возьму с вашего позволения автомат, потому что как-то хероватенько здесь немножечко все. Страшненько, а вдруг кто-нибудь вырвется, зомбарь какой-нибудь, как в прошлый раз. А, как боясь, как заорет меня, как заорет. А я ему даже ведь ответить не смогу. Здесь как бы Тимон, о, здесь есть дверь? Ну-ка убери. Не, в этих темных углах вообще ничего нет, но окей. Как бы не заблудиться бы тут. Здесь вообще просто отвратительно темно. О, никуда попал. Как в этом вообще можно разобраться? Так, это генератор снаружи. Мне нужно сюда топливо налить. Понятно. Сюда, то есть, надо принести топливо. И, ребят, если честно, я вместе с вами вообще абсолютно ничего не вижу. Здесь очень все темно. Единственное, что заметно, это вот эти красные проходы. Так, а как бы сообразить, где у нас генератор теперь находится? Генератор находится вот тут. Окей, мы пришли оттуда. Нам надо сюда. Погнали. Ну, вот здесь где-то по-любому должно быть горючее. Вот оно. Так. Нельзя, говорит. А, блин, может, какую-то надо переноску найти для того, чтобы горючее в него залить. Эта дверь вручную не открывается. Смертельная ловушка, говорит, вручную все это открывает. Ну, хорошо. Ладно. Товарищ мой, дружище-друг, который там стоит один. Ты мне, может быть, как-нибудь бы все-таки там посоветуешь, во что мне горючку наливать или как бы. Я же нашел две этих, но они что-то не работают, представляешь? Юрген. Алло. Открой мне. Дай мне канистру, Юрген, в которую налить мне мой бензин. Не буду же я в гильзы наливать. Глотать я его тоже не буду, потом не отплюешься. Юрген. Юрген, собака. Помоги мне. Газолина. Может быть, повнимательнее по другим местам просто посмотреть, тогда мы найдем с вами газолину. Но здесь почему-то газолины нигде нету. Газолина. Вообще нигде нету, все пусто, все темно. Нерабочие газолины. Это меня реально раздражает. В комнате с генератором тоже газолина нет. Никакого нигде. Ладно газолина, здесь даже света нет. Вот это что такое? Так, отлично. Я, говорит, что-то нашел. А, он говорит, там это смертельная хрень, если руками открывать. Соответственно, у нас есть какая-то железка, которая, возможно, поможет нам открыть эту дверь. А есть где-то другая? Нет? А что это за железка? Как ее использовать-то? Подожди-ка. Ты издеваешься, что ли? Во, вот это у тебя костяшек на руке. Смотри, сколько следов остается. А, может быть, генератор и попробовать открыть. Ну-ка. Давайте-ка попробуем. Да убери ты свои сраные планы эти. Я подобрал какую-то железку, не понимаю, для чего. Может быть, в нее набрать газолина? По-моему, как-то будет глупо, если честно, набирать газолина в железку. Ну, попробуем. Нет, не хотит набирать, ты представляешь? Ничего не видно в этой игре. Ничего. Вообще ничего не вижу. Вижу только красные и зелененькие огоньки. Точнее, светленькие. Так, Юрген, ты меня задрал. Я сейчас тебе этой шпальной по каске настучу. А! Во! Отлично, газолин. Вот оно, где открывается. Замечательно. Погнали. Я уже буквально... Твою ж мать, это звук из Писаделла меня просто выносит, выводит из себя. Где ты там, друган? Ты умер уже? Спасибо. Просто взял и сам умер. Ничего страшного. Самоумирающиеся зомби, это самые лучшие зомби на свете. Лучше них не бывает. О! Замечательно. Еще один уровень этой потрясающей по накалу и безобразной по виду игры пройден, судя по всему. Я нашел, я могу возвращаться к Юргену. Ну окей, пойдем к Юргену, возвращаемся. Так, тихо. Сейчас зомби попрут. Чую, чую, зомби попрут. А! Везде свет включился. Замечательно. У нас было включено аварийное освещение. А теперь везде включился нормальный свет. Замечательно, Юрген. Я иду к тебе. А что здесь дверь была? А что она не открывалась? А мне не нужно туда слишком вообще ходить. А это? Это тоже не открывается. Ничего я путного не пропустил. Ну, наверное, так и задумывалось с создателями этой игры, чтобы я ничего вообще не видел во время включения аварийного освещения. Да, в принципе, она той аварийной, чтобы в нем было, в принципе, ничего не... Здравствуй, Юрген! Как дела у тебя, друг... Что-то, говорит, держало Юргена. Он умер. Я просто получу что-то позже, что... Так, кто тут на Юргена-то вообще, я не понял, залез. Я сейчас покажу вам. Собаки. А Юрген! Так, переключатель работает идеально. Мне нужно идти на выход. Хорошо. Чё это? Это записка от Ганса. И ключ. Я, говорит, карантин. Я не могу дать тебе письмо персонально, но если ты можешь сказать, я могу управлять этим запиской сквозь какую-то хрень. Что насчет сказать, я могу не верить, но ты, саке, я надеюсь, ты сделаешь. Дунот, вот хергетинг. Так, найди Артура и убей его. А-а-а! Тихо, 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 Артур. Успокойся. Стреляй! Стреляй в него! Чё ты не стреляешь? Ты в дырак, что ли? Перезаряди, да пройди ты. Убри. Чё, как долго стрелял-то? Ты Артур? Мне было велено тебя убить, Артур. Ты умер, Артур. Такая у тебя печальная судьба, Артур. Ну что же теперь? Сам виноват. Сам виноват. Нет, нечего меня так резко и быстро выпрогибать. Я не люблю вот этого, понимаешь? Это резко всё вот это вот. Не вообще. Как выйти отсюда, кажется, мне, пожалуйста. Тут дверь есть? Убери свою ружку. Так, ну, судя по всему, где-то там у нас открылся выход, который, собственно, не открывался до Юргена. Поэтому туда мы, собственно, и сходим. Вон тот он. Чё-то думаю, что именно он нам должен открыться. А он, в принципе, нам открылся. Отлично! Неужели это ещё один уровень? Ах, красота! Прямо не знаю, слов других не подбираю. Я просто... Ах, как же это классно, когда ты проходишь такую забагону на классную игру. Так, ты только пять больше выстрелов имеешь. Пять выстрелов у меня осталось? Ты издеваешься надо мной, да? У тебя, говорит, осталось пять... У тебя осталось пять выстрелов. Убери свою сраную пушку отсюда. Да нет же, возьми нормальную эту свою... Листочку. Нет листочку у тебя. У тебя, говорит, осталось пять выстрелов. Ну, хорошо, давайте сохранимся, раз осталось всего пять выстрелов. Будем очень аккуратно и очень бережно к ним относиться, к этим нашим пяти выстрелам. Я надеюсь, никаких больших гансов здесь внезапных не появится. Это тепло письмо от Артура. Я был ударил и газ канистры... Если ты должен быть уверен, что тебе нужен противогаз... Удачи! Короче говоря, Артур говорит мне, что надо найти противогаз. Артур, я полностью с тобой согласен. Секунду. Только где бы взять мне противогаз-то самый? Так, ничего здесь, говорит, закрыто. Противогаз. Где должен храниться противогаз? Ребятки, выдвигаем свое мнение. Противогаз должен храниться на... На складе. По-любому. Больше хранится снега. Так, это газ. Да что же такое-то? Мэй, говорит, здесь какого-то что-то там. Это что? Так, я выключил. Выключил вентиль, отлично. Теперь у нас где-то, где мы не могли пройти, но еще до тут не дошли, теперь там можно пройти. Это хорошо, это замечательно. Это мы сейчас пройдем, это мы сейчас исследуем. Здорово. Что, никого что ли? А что, как скучно-то? Так, я нашел ключ от секрета сектора, но уже имею офицерский ключ. А, то есть мой ключ вообще подходит ко всем дверям, что ли? Нифига себе, какой я классный ключ нашел. Ключ от всех дверей. Открывает абсолютно любую дверь. Вообще любую. Вот эту, вот ту, вон там, которая стоит, та, которая за ней, та, которая, опа. Отлично, я еще и подлечился. Вот это внезапность. Приятная такая мелочевка. А что надо сделать? Мне надо найти газовую маску. Что это сейчас было? Я, конечно, все понимаю, но вот эти вот внезапные... А, отлично. Вот эти вот внезапные появления каких-то красных вокруг меня точек. Так, что? Зависло все? А, нет, не зависло. Ага, мы спускаемся вниз, вниз. Низ, все ниже и ниже из этого бункера мы выходим. То есть, короче говоря, нам говорят, выберись из бункера, а сами нас суют все ниже и ниже, и теперь здесь что-то надо сделать в этом зеленом непонятном помещении, которое просто все в газе, загазовано, засрана просто буквально. Что ты встал-то, пошли. Ты что, дурной что ли совсем? Он что-то застревает так в текстурах просто непонятно как. А что найти-то нам надо с вами? Мне вот интересно вообще. Никакого задания-то особого не было, просто надо что-то найти. Дверь забаррикадирована с другой стороны. Без проблем, даже не пойду. Ну, когда мы что-то найдем, я уверен, что мы поймем, что мы это именно искали. А пока просто бродим сквозь зеленого газа. Накопление. Бродим и пытаемся что-то найти. Открываем двери, заходим во все двери, пытаемся найти зомбаря. Вот, отлично, нашел. Так, этот переключатель был поврежден. Это что-то, где вокруг него. Ничего не понял. Короче говоря, надо что-то найти, чтобы починить выключатель, судя по всему. Только что, это может починить выключатель? Я понял. Надо найти электрика. Электрик должен уметь чинить выключатели. На то он и электрик. Правильно же я понимаю? Ну, правильно. Кто еще чинит выключатели? Электрики. Все, есть среди вас электрики, ребят? Мне срочно нужен электрик, который починит мой выключатель, чтобы я активировал его и тем самым выбрался из этого газованного, загазованного помещения. Ищем электрика. Электрик! Отзовись! Я знаю, что ты здесь. Ты тоже, падла, где-то сидишь в углу в маске и смеешься над тем, что я не могу тебя найти. А когда я тебя найду, скотину, тебе будет не до смеха. Я тебе серьезно говорю. Так, эта дверь закрыта с другой стороны. Пойдем тогда куда-нибудь вот сюда сходим. Мы, по-моему, не все еще облазили. А может быть и все. А-а-а! Ты гребаный электрик! Да стрельни ты уже в конце-то концов! Зомби в маске, представляешь? О! Ха! Осталось пять патронов всего. Вообще тратим патроны нормально. Один выстрел, один труп. Ух, как я испугался, я прямо не могу. Передернул, все, зарало. Так, а что он отсюда вышел-то? Если он отсюда вышел, здесь должно быть что-то очень важное для нас. Но здесь я чего-то очень важного, этого ничего не вижу. Могу лазить по бочкам, могу лазить по каким-то херням. Это. Все, ты пропал куда-то? Окей. Так где же это самое главное хрень-то, которую нам надо найти? Или я еще не все двери открыл? Не может быть такого. Так, это я вернулся опять назад. Мне тут делать нечего, мне надо сначала здесь что-то выполнить. Какое-то задание, какую-то миссию. Может быть я еще не все облазил? Что, скорее всего. А вот, да, действительно, какая-то дверь здесь я еще не был. Или был? Так, что-то у нас что? Нет ничего. Наверное, в этом углу я еще не был. Давайте-ка облазим его как следует. Я заблудился, если честно. Я запутался. Даже не заблудился, а запутался. Да что ж, как много дверей-то? Они, может, закрываются? Да нет, вроде не закрываются. Странно. Так, это что? Ооо, хорош! Нашел молоток. Так, где этот выключатель был? Ну-ка, покажите мне его! Я разнесу ему пачку всю его, выключательную, которая не работает. Где он? Где он? Я реально спрашиваю, где выключатель? Покажись, да... Ооо, ты где, собака? Ну-ка! Давай уже работай! А может, дверь надо сломать? Ну-ка! Или, может, не тут? Подождите-ка! А сверху у нас там что было? Сверху у нас не было двери, которую надо было сломать или открыть, например? Ну-ка, давайте попробуем сбегать наверх. Или не будем? Блин, почему он не ломается-то? Чего за хрень-то? Ну, если эта дверь не ломается, значит, она, наверное, и не сломается. Ладно, ребятушки, давайте на этом мы на сегодня закончим. Ссылка на плейс будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. И к следующей серии поймем, куда же применить сие чудо под названием кирка. Кирка. Или большой железный молоток на большой деревянной палке. Называйте, как хотите, а я пошел. Раньше здесь был мат.